Юбилейный медиафорум стартовал с приветствия президента, которое зачитал министр информации и коммуникации Даурия Набаев. Уважаемые участники, уважаемые гости, поздравляю вас с открытием 15-го юбилейного Евразийского медиафорума. Ежегодно форум собирает профессионалов медиасферы, готовых к открытому и беспристрастному диалогу по самому широкому спектру вопросов. Заданная сегодня повестка «15 лет эволюции. Как меняется мир и как он меняет нас» созвучна с повесткой Астанинского экономического форума 2018 года. И очень точно отражает дух форума, позволяющий журналистскому сообществу обмениваться мнениями и сверять часы по наиболее значимым аспектам глобальной информационной картины. Перед участниками форума выступила председатель оргкомитета Евразийского медиафорума Дарига Назарбаева. За 15 лет в медийном пространстве произошли глобальные перемены. Сегодня скорость передачи информации, многообразие каналов, ее распространение дают безграничные возможности для творчества и развития. Отсюда и множество угроз. Настоящим бедствием стали так называемые тролли, невидимые бойцы информационных войн, а также производители фальшивых новостей и фейков. На этом фоне таблоиды выглядят вполне прилично. Может показаться, что картина, представленная мной, излишне драматична. Может быть. Пусть она станет предметом споров, опровержения, дискуссий, которые прозвучат на этом форуме. Между тем, мистификации, провокации и намеренное введение в заблуждение общественности превращаются в реальное оружие, говорят эксперты. От человека зависит, как он будет использовать этот инструмент. Я, к примеру, когда читаю новости, могу с чем-то не согласиться. Но сколько в мире людей, столько и мнений, и тем не менее, важно, как люди воспринимают ту или иную новость. В наше время каждый современный человек, глядя на источники информации, должен уметь различать фейк от достоверной новости. Участники говорили и о том, как экономическое благополучие влияет на доверие населения к общественным институтам. Насколько развитие технологий может заменить человеческий труд и интеллект. Ну а завтрашние баталии на дискуссионной площадке обещают быть не менее жаркими. На повестке дня – вопросы морали и человеческих ценностей, а также дальнейшая судьба традиционных средств массовой информации. Оскар Сергалей, Владимир Бовкис, Валентин Лобанов. Итоги дня Алматы.